Джорджи, ты уже достаточно взрослый, ты знаешь множество разных вещей. Ты умеешь бегать и прыгать, чистить зубы, помогать взрослым. Умеешь лепить и рисовать, рассказывать стихи и сказки. Но ты не можешь сам прочитать их. Это потому, что ты пока не умеешь читать. Читать – это значит понимать, что написано или напечатано с помощью букв. Взгляни вокруг, как много слов написано на предметах. Эти надписи хотят о чем-то рассказать тебе, помочь, подсказать, предупредить. Но для этого, как ты уже знаешь, надо научиться читать. Книги станут твоими друзьями и советчиками. Они многому смогут научить тебя и подскажут, как нужно вести себя в той или иной ситуации. Ты узнаешь о далеких странах, удивительных тайнах природы и невероятных приключениях. Сейчас мы с тобой будем заниматься по одной книжке, которая называется «Букварь». Это не простая книга. Можно даже сказать, что это волшебная книга. Благодаря ей много мальчиков и девочек уже научились читать. Это твоя первая книжка. Будь прилежным и настойчивым, и тогда ты увидишь, научиться читать совершенно несложно. Когда мы хотим рассказать о чем-то другому человеку, мы говорим. Для разговора люди используют слова. Их мы слышим везде – дома, на улице, в транспорте и в других местах. Хорошо, Пепочка, я буду прилежно учиться. Есть разные виды слов. Некоторые слова обозначают предметы, например, юла, чашка, хлеб. Другие слова обозначают действия, например, спать, летать, прыгать. Еще есть слова, обозначающие свойства предметов, например, большой, красный, вкусный. Слова нельзя ощутить на вкус, на ощупь или еще как-нибудь, а не только названия предметов, действия и свойства. Джорджи, вот посмотри на картинки. Какие картинки тебе показывают названия предметов, а какие обозначают действия или свойства? Юла – это предмет, она крутится, это действие. Чашка – это предмет. Малыш, который запускает самолетик. Малыш, который спит. Спит – это что он делает? Это действие. Шарик – красный. Слоник – большой. Тортик – вкусный. Молодец, Джорджик. Ты все прекрасно понял. У тебя здорово получается. Слова, которые мы произносим, состоят из звуков. Звуки бывают гласные, например, Гласные звуки мы произносим голосом и без препятствий. Без участия зубов и языка их можно пропеть. А, О, У. Согласные звуки пропеть нельзя. Хотя некоторые можно тянуть, например, С. Здорово! Я сейчас повторю, пепочка. А, О, У, И. На письме в книгах и газетах, объявлениях, звуки обозначаются буквами. Буква – это нарисованный портрет звука. Запомни, звуки мы произносим и слышим, а буквы пишем и читаем. Для обозначения каждого звука есть отдельная буква. Чем длиннее слово, тем больше в нем звуком. Слова делятся на слоги. В слове столько слогов, сколько в нем гласных звуков. Например, в слове «дуб» и «дом» один слог. В словах «рыба» и «солнце» два слога. В словах «радуга» и «барабан» три слога. Красным цветом, Джорд, напечатаны гласные буквы. Ты помнишь, какие буквы гласные? Помню, Пепа, это те буковки, которые можно петь. А, О, У, И. Молодец, Джордж. Правильно. Джорджик. Это первая буковка в алфавите. Это буковка А. Арбуз. А, арбуз. А теперь сам смотри на картинки и ищи буковку А. А, автобус. А, ананас. Малыш в коляске поет. А. А теперь, Джорджик, отгадай загадку. Вот мы две доски сложили, третью сверху к ним прибили. Поглядели, ну дела. Получилась буква А. Правильно, Джорджик. Дом по улице ползет, на работу всех ведет. Не на тонких курьих ножках, а в резиновых сапожках. Что это, Джорджик? Автобус. Правильно. Звук У, Джорджик, тоже является гласным звуком. Нужно вытянуть губки в трубочку и пропеть. У-у-у-у-у. Правильно. Молодец. Давай сейчас попробуем спеть наши две буковки, которые мы выучили. У-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Просели удава Ползете куда вы, сказал он Налево, а после направо И хвост мой при этом узнает едва Куда направляет свой путь голова Это буковка О Нужно сложить ротик колечком и пропеть буковку О О-о-о-о Сейчас знаю три буковки, которые можно спеть О-о-о-о-о Ну-ка попробуй произнести по слогам То, что здесь нарисовано О-о-о Са-о-о Бла-о-о О-о-о Гу-р-и-е-ет Молодец, Джорджик Правильно у тебя все получается Нужно всегда вводить пальчиком по слогам. Оля букву рисовала без конца и без начала. Погляди на колесо, ты увидишь букву О. А в погожий день в оконце буквой О нам светит солнце. Я знаю стихотворение с буквой О. Без одежки, без пеленок прыгал в поле олененок. А из леса на окошке шли две Оли, две подружки. Оля спрашивает Олю, это кто гуляет в поле? Это Оля, олененок. Он, как мы, еще ребенок. Согласные буквы, Джорджик, нарисованы синим цветом. Джорджик, ты помнишь, чем отличаются гласные буковки от согласных? Помню, Пепа. Гласные буковки можно петь. А, О, У. А согласные нельзя спеть. Правильно, Джорджик. Эта буковка М. Ее никак не споешь. Что здесь нарисовано? Мак. А сколько здесь звуков, Джорджик? Мне кажется, один. Потому что я один раз только пою. Мак. Правильно, Джорджик. Мяч. Ма-ши-на. Видишь, Джордж? Слова разделяются на слоги. В слове машина, Джордж, целых три слога. Мы можем петь наши согласные буквы вместе с гласными. Послушай. Ма-ши-на. Ма-ши-на. Попробуй повторить за мной. Ма-ши-на. Ма-ши-на. Ой, у меня получилось. Очень просто. Вова с Валей букву М нарисовали. А я знаю еще стихотворение с буковкой М. Целый месяц под дождем Мокнет крыша, мокнет дом. Мокнут листья и цветы Мокнут лужи и зонты И далеко от земли Мокнут в море корабли. Я сейчас попробую соединить буквы гласные, которые я знаю, и согласные, которые я уже выучил. Ам-м-м-м. А коровка как произносит? М-м-м-м. Что нарисовано теперь на рисунке? Это нож. И на какую буковку начинается это слово? Буковка называется Н. А теперь попробуй соединить буковку Н с согласными буковками, которые ты уже знаешь. А, Н, О, Н, У, Н, Н, А, Н, А, Н, А, Н, А, Н, А. Если первая буковка согласная, а вторая гласная, этот слог называется закрытый. Видишь, Джорджик, в первом случае гласная буква поется, а за ней идет сразу согласная. Этот слог называется закрытым. Ум, ам, ом, ун, ун. Это закрытые слоги. Правильно, Джордж. В открытых произносится сначала первый согласный звук, а потом рот сразу открывается для произнесения второго гласного звука. Му, ма, мо, ну, но. Как не ставь ее, а все же им на лесенку похожа. А теперь, Деппа, я тебе загадки загадаю. Посмотрите, у меня шкура крепкая броня. На носу огромный рог. Кто я, Пеппа? Носорог! Сразу мы сказать должны, нету слов на букву «ы». Только «ы» не унывает, звонко песни распевает. Джорджик, попробуй сложить буковки, которые ты изучил, в слоге. Хорошо, Пепочка, я попробую. Ам, ум, ум, им. М, на, ну, но, ни. М, ма, му, мо, мы. М, а, ну, н, у, н, у, н, у, н, м, и, ло, ри, ба, ам. М, ам, ма, 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 мы, му, му. И-и-и-и, такой большой плачет. И-и-и-и. Снег на ветке лёг, смотри, получилась буква И. Джорджик, а это буковка И. Кто здесь нарисован? Индюк. Правильно. Джорджик, у тебя здорово получается складывать буковки в слоги. Знаю, Пепа, мне это очень нравится. Я развлекаюсь. Мо, му, но, ну. На, ни, ма, ми, ны, ни, мы, ми. Ни, на, ми, ни, ми, ни, на, и на. Шли травинки по тропинке, по тропинке шли хвоинки. Шли опавшие иголки от сосны и дальней ёлки. Щепки шли, ползли листочки, мха зелёного кусочки. Так надолго и всерьёз муравейник в чаще рос. Что здесь нарисовано, Джордж? Шапка. Правильно. Это буква Ш. Буква Ш. Теперь, Джордж, попробуй сложить слоги с буковкой Ш. Ша, шу, шу, ши, шо, ши. Ни, ша, ма, ша, ми, ша, ши, ши, на, ма, ши, на. Джорджик, ну-ка попробуй найти мышат в мешке. Из мешка, около мешка, на мешке, за мешком, под мешком и над мешком. Буква С, буква С, улыбается Олесь. На полбублика похоже, почему же он не весь? Мама, оси, сом, саша, сушу, усы. Сын, сом, сон, сом, мы, сос, на, на, сос. Сидел воробей на сосне, заснул и свалился во сне. Если б он не свалился во сне, до сих пор бы сидел на сосне. Ли, мон, ли, са, мал, мыл, мы, ло, ло, мы, са, ло, ма, ло, масло. Ло, с, мо, ла, ша, лаш. Взял художник краску в руки, вместо буквы вышли брюки. У Оли, лимон. А у Саши, ма, ли, на. На, са, ша, ли, мон. Я клоун веселый, я клоун загляденья. Спешите увидеть мое представление. Это пукавка К. Ку-ри-ца. О-ро-ва. Ма-ка. Му-ку. Мо-ко. Мо-ми-ки. А я еще знаю стихотворение, где очень много буквы К. Хорошо, джертик. Ну-ка расскажи, я послушаю. По реке плывет кораблик. Он плывет издалека. На кораблике четыре Очень храбрых моряка. У них ушки на макушке, У них длинные хвосты. И страшны им только кошки, Только кошки да коты. Пепа, отгадай загадку. Для уборки урожая Я на поле выезжаю. И за несколько мужчин Я работаю один. Кто я? Я думаю, это комбайн. Правильно, Пепа. У мамы Мо-ло-ко. На, са, ша, мо-ло-ко. На, ок, са, на, ка-ка-о-к. Курица. Ма-му-мо-ми-кол-ка-ку-ко-ки-кол-ос. Я клоун веселый, я клоун загляденья. Спешите увидеть мое представление. Гляди, мотылек, до чего он приглас. И сбоку на В очень сильно похож. Что нарисовано здесь у нас на картинке? Ворона. Правильно. Ворона. Это буква В. Слово ворона начинается на букву В. Это буква В. В-о-ро-на. Ворона. В-о-л-к. Волк. Ой, я боюсь волка. Волк может съесть поросеночка. НУ-МУ-ВУ-ВА-МА-НА-НО-ВО-МО. МЫ-НЫ-ВЫ-МИ-ВИ-НИ. В-А-Л-ВЫ-Л. ВЫ-ЛА. МЫ-ЛА. МОЛ-ВЫ-МЫ-ЛА. Джорджик, отгадай загадку. Он летает, будто птица, и жужжит он, как оса. Вможет в воздухе повиснуть, как большая стриг-коса. Что это? Ой, Пеппа, я кажется, знаю. Вертолет. Молодец, Джорджик. Проворонила ворона-вороненка. На дворе трава, на траве дра-ва. У девочки-ворюшки потерялись варежки. Помогала Валюшка искать вареварежки. Вова в новой ванне, словно в океане. Плавает, ныряет, волны поднимает. Будет видно сразу Вова водолазом. Что здесь нарисовано? Рак. Правильно, это буковка Р. Рука. Ра-ке-та. У. Ро. Мы-ко. Ро-ва. Мил-ка. Ра-у-ви-ки-ко-ро-ва-шу-р-ка. Му-у-у. Му-у-у. Мо-ло-ка-ко-му. Му-у-у-у. Му-у-у. Вот улитка вверх ползет. Домик на себе везет. А обратно присмотрись. Буквой Р сползает вниз. На клумбе ромашек лежала коробка, коробку увидела божья коробка. И вот без страховки и без подготовки по ленте коробка вскарабкала словка. Что в этой коробке коробка не знает, сидит на коробке она и гадает. Быть может, скрывается в этой коробке сюрприз к дню рождения божьей коробки. Ну, Джортик, что здесь сейчас нарисовано? Нарисован вкусный пирог. На какую букву начинается это слово? Букавка П, есть и написано. Пирог. Правильно, Пепочка. Молодец, Джортик. Вау, пароход. Па-ро-ход. По-пу-гай. По-пу-гай. Пар-пир. Пас. Па-па. Пи-ла. Па-по-ни. Па-по-пу-пы-пи-пи-ла. Па-ли-па-палка. Па-па-пап. Па-по-ни. Па-по-ни-по-л-ка. Па-па-па-лам-па. Па-по-ли-ко-т. Па-по-пу-шо-к. Па-по-пу-шо-ок-к. Ма-л-на. Па-пу-шо-к. Мо-ло-ка. Как полезно детворе Буква П в любом дворе Пять опять опять не спят Из-под шляп спинька глядят Перестирала пеленки Перепелка перепеленку Джорджик, отгадай загадку На веревке пальцы Держат одеяльца Что это? Прищепки Молодец, Джордж Паша и Вова писали слова Паша написал Мама Вова написал Мир Красиво писали Ну, Джорджик, а здесь что нарисовано? Тарелка На какую букву начинается это слово? Т Т Та Рел Ка Тигр Р Р Ки Г Р Т Т Т Т Р Т Торт я люблю Скажу Народ Народ Буквы в нем 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 Загадки 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 Это буковка Загадки Загадки Как будто муха жужжит Или пчелка А это замок Большой замок Большой замок Его можно повесить на какую-нибудь дверь И никто не зайдет в этот дом Зонт Зонт З-за Са Са Со Зо Зу Су Си Зи Зла Сла Зло Зло Сло Злу Слу Зола Лоза Слива Подлива Лиза Зина Казак Зак 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 Воды Зонт Зонты Зонты Зę З S З З З Зонтик. Зонтик. Закон. Отгадай, сумейка, на что похожа змейка? На букву З. Вокруг носа вьется, а в руки не дается. Что это? Запах. Свернешь клин, развернешь блин. Что это? Зонтик. В зеленом-зеленом-зеленом лесу Зеленый листок, как флажок, я несу. Зеленый кузнечик в зеленой стране Играет зеленую песенку мне. Там в низине бузина, под бузиной узина, А у Зины-бузины полная корзина. Джорджик, а тебе нравится учиться читать по букварю Читайка? Очень нравится Пепочка. А вам, ребятки, нравится? Подписывайтесь на канал Бабушкины сказки, Чтобы не пропустить следующей серии. Пока! Пока!